Всем привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила сделать для вас видео о своих последних новинках, своих покупках. И они все из бюджетного сегмента, поэтому как-то так получилось, что я в тренде, потому что у нас нынче кризис, и все стараются переходить на более бюджетные марки. Поэтому я думаю, что тема такая будет достаточно интересная. Если вам хочется узнать, что я себе прикупила нового, что можно интересного найти в бюджетном сегменте, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать хотелось бы с ухода, так как недавно показывала вам свой зимний уход и уже его заменила. С начала марта я пользуюсь уходом от Ифраше. У меня шампунь для объема от Ифраше с мальвой, здесь 300 мл. И также у меня куплен бальзам не из этой же серии, потому что бальзама для объема у них нет. Я купила бальзам-ополаскиватель для восстановления с жжоба и миндалем. Объем у него маленький, 150 мл, то есть в два раза меньше, чем у шампуня. Где логика, я не знаю. Возможно, это связано с тем, что они как раз рассчитывают бутылку на то, что два раза волосы будут промываться, а бальзам только один. Я не знаю, честно говоря. Но вот как-то так. Так, что хочу сказать про шампунь. Шампунь расходуется очень быстро, достаточно быстро. Во всяком случае, по сравнению с ЕСТУ, он улетает просто с космической скоростью. Потому что за месяц, да, за месяц у меня уже ушло половина объема, половина 300 мл. Я думаю, что мне хватит максимум это на апрель. И дальше нужно будет искать что-то новое. И где-то, наверное, чуть меньше половины зарасходовалось как раз-таки бальзамополаскиватель. Потому что он по консистенции очень-очень плотный, хорошо распределяется по волосам. Его нужно не очень много. Видимо, как раз-таки из-за этого он сделан в таком небольшом объеме. Что касается шампуня, промывает хорошо. Волосы чистые после двух раз. Также он достаточно щадящий, потому что я не нашла ни СЛС, ни прочих радостей жизни силиконов тоже не нашла. А в этой продукции он щадящий. Волосы не травмируют, волосы хорошо промывают. В принципе, я довольна шампунем. Что касается бальзама, он тут заявлен для очень сухих и фризи-хэр. Фризи-хэр это, по-моему, непослушные волосы. Так вот, у меня волосы, в принципе, единственная их проблема, как я уже говорила, что я их укладываю и то, что они длинные, все. Поэтому для моих волос идеально. Волосы не утяжеляются, при этом они ухожены, хорошо разглаживаются после мытья, прекрасно укладываются, мягкие кончики ухоженные, насыщенные влагой, питательными веществами. Что касается именно очень сухих и непослушных волос, мне кажется, этого ухода будет маловато. Для таких волос, прям таких конкретно убитых плойками, красками, это, наверное, не ваш вариант. Нужно искать что-то более серьезное для таких волос. Что касается новинок для ноготков, я приобрела от Evo Mosaic уходовый комплекс для слабых, тонких и мягких ногтей. Использую этот комплекс в качестве базы на ногтевую пластину. Мне нравятся выравнивающие свойства этого средства. И говорить о том, что база укрепляет вот это мои ногти, я не могу, потому что я, честно говоря, не заметила какого-то реального эффекта укрепления ногтей. Но как база работает хорошо ногти, точнее, лак на ногтевую пластину с таким вот как базовым покрытием ложится лучше. И держится дольше. Мне нравится. Возможно, именно Evo Mosaic компания позиционирует это средство, что за счет вот именно того, что как база оно работает, таким образом оно и укрепляет пластину. То есть лак будет держаться лучше, следовательно, будет казаться, что более крепкие ногти у вас. Я не знаю. И также прикупила лак от Colorama. Это серия, я так понимаю, Nions. И оттенок у меня... Историю умалчивать, что это за оттенок. 188-й, наверное. Да, вот такой вот цвет яркой фуксии. Я решила, что скоро солнышко уже так выглядит, будет тепло. И, наверное, вот такой вот оттенок ногтях будет уместен. Тем более, у меня есть такая сумочка. Ну, не знаю, честно говоря, буду его носить или нет. В принципе, лаки Colorama какие-то радуют, какие-то нет. Поэтому надеюсь, что это как раз-таки будет тот случай, когда лак меня не разочарует. Следующий продукт это тоник спрей от Tiana. Показывала вам его во влоге. Уже успела попробовать. Он для нормальной сухой чувствительной кожи с экстрактом микроводорослей, гавайских озер и ДНК лососи. На самом деле, Tiana это достаточно спорная марка, как я понимаю. Кому-то нравится, кому-то нет. Я реально хотела попробовать. Мне было интересно. Я всегда боялась. Но решила, что попробую, как я тоник. Это как бы самый меньший из зол. Здесь у нас 125 мл. И меня привлекло, что здесь именно такой вот спрей. Я не люблю ватные диски. И поэтому с помощью спрея мне легче распылять именно тоник на свое лицо. Как-то его так распределять. Что касается именно моих ощущений, моих впечатлений первых. Мне нравится, честно. Единственное, что у него странный запах. И тем более, когда я понимаю, что тут что-то с лососем связано. Мне кажется, что какой-то вот такой вот запах морских водорослей, которые пролежали несколько дней на берегу. Что-то вот такое в этом есть. Не сказать, что он неприятный, тухлятиной какой-то пахнет. Но вот какой-то морской тематикой, наверное, точно пахнет. Что касается состава, состав не особо натуральный. Но есть и какие-то положительные ингредиенты. Такие как витамины, масла. Далее, что еще? Пантенол. Пока у меня только положительные впечатления. И мне нравится, что я чувствую увлажнение от этого тоника. И вот прям чувствую после гидролатов. Гидролаты как-то вот суши давали эффект. А данное средство, оно дает именно ощутимое увлажнение перед нанесением крема. Мне очень это нравится. Также у меня появилась маска овощная от Fresh Line. Это интенсивное питание. Брала ее сейчас, потому что кожа, конечно, испытывает стресс после зимы. Хочется как-то ее напитать. Я уже давно-давно пробовала эту маску. Оставила у меня только положительные впечатления. Действительно хорошо реанимирует кожу. Я ее брала, по-моему, после лета, когда кожа загорела и сухая тоже. И мне очень понравился этот эффект. Поэтому, я думаю, сейчас она меня тоже не разочарует. После зимы она приведет мою кожу в порядок. Напитает ее, как даст необходимые вещества. Что касается состава, то здесь содержится... Что касается состава, здесь вода, коалин, масла миндаля, подсолнечника, авокадо, экстракты баклажана, огурца, сельдерея, томата, моркови, арники, алоэ. То есть, вот такой вот витаминизирующий коктейль, я думаю, что будет полезно. И перейдем к декоративной косметике. Я уже вам показывала во влоге, что я приобрела новинку от Bourjois. Это лаковая помада серия Rouge Edition Aqua Lack. У меня второй оттенок. Он называется Rose on the Rocks. Здесь очень приятный вот такой вот аппликатор обычный. По консистенции достаточно плотная эта помада. Сейчас сделаю вам сводч. Вот такой вот оттенок. Она, конечно, не такая плотная, как, допустим, тот же самый Dior мой. Но по сравнению с той же самой Maybelline лаковой помадой новинкой, ну, небо и земля. То есть, здесь явно есть пигмент, который достаточно долго держится. Пока я не готова сказать, конкретно рекомендую я или нет, я хочу сравнить именно по пунктам, сделать сравнение с Dior. И в этом видео я вам уже скажу, что конкретно я думаю по этой помаде. Пока именно как впечатление, вот выкинув опыт общения с Dior, скажем так, положительно. Потому что мне нравятся увлажняющие свойства. Мне нравится, как она держится. Мне нравится, как она смотрится на губах. Мне нравится именно, как она ложится. Вообще, пока впечатления очень положительные. И в магазине, когда я сравнила между собой эту помаду, я сравнивала ее с L'Oreal и сравнила с Maybelline. Я выбрала эту, потому что как-то вот два других варианта, они были не то, что я хотела. И мне не очень понравились. Также показывала вам уже во влоге румяна свои новые. Это компания The Face Shop. У меня румяна Plum Caution. Вот так они выглядят. Здесь пуховочка такая. И они очень красивого розового пыльного цвета. Сейчас попытаюсь сделать сводч. Но у меня тут солнце вышло из-за тучки. Поэтому на руке они, их не заметно. Особенно сейчас на солнце. Ну вот здесь они, их не будет заметно. И в магазине, когда я тестила, их на руке не очень заметно. Их заметно на лице. Я их советую девушкам. Ну вот мой оттенок кожи сейчас, зимой, это максимум. То есть если вы темнее, чем я сейчас, то нет, не советую. Ни в коем случае эти румяна на вашей коже, их не будет видно. Почему они назвали Plum, я не знаю. Возможно, если бы этот цвет еще так конкретно свеклы добавить туда, да, это будет Plum какой-нибудь. Так, это очень нежный-нежный оттенок румян. Я однозначно советую девчонкам белокожим. И именно белокожим с холодным типажом внешности. Не советую темнокожим. Ну как темнокожим, кто темнее меня, я вам не советую. Это пустая трата денег для вас будет. Что касается самих румян, они хорошие очень, они прекрасно наносятся. Они единственное, что пылят, когда вы используете кисточку. Я думаю, что если вы будете пользоваться пуховкой, которая здесь в наборе есть, то таких проблем не будет. Прекрасно они разносятся, хорошо растушевываются. Очень нежный, красивый оттенок. В общем, здесь есть небольшой шиммер, который... Я люблю в румянах шиммер, я не люблю полностью матовые румяна, потому что они кажутся на моем лице каким-то инородным пятном. Здесь же за счет этого шиммера с одной стороны нет блеска, а с другой стороны они смотрятся максимально натурально на коже. То есть они подчеркивают естественный рельеф лица. И даже когда я использую сейчас эти румяна, у меня как уже наступила весна немного, я стараюсь не перегружать свое лицо. Я не пользуюсь сейчас контурами, господи, как они называются, бронзерами. Да, бронзерами. Я не использую их, потому что я использую эти только румяные. И мне кажется, я такая свеженькая, красивая, весенняя еду. Давно у нас скидки в Ревгоше были, и я узнала, что продукт, который я очень-очень давно хотела, он победитель экспертизы Ревгош. У них есть новый проект, где они выбирают среди продуктов как люкса, так и масс-маркета самые-самые крутые продукты. Так вот, я уже очень давно хотела набор для бровей от Гош. Тут случились скидки, да еще это победитель экспертизы Ревгош. Ну, все звезды сошлись, и поэтому я наконец-таки приобрела этот набор. Мне нравится, что он достаточно компактный, при этом я смогу рисовать брови не только себе, но и всем, кто захочет. И теперь я не буду испытывать каких-либо проблем, чтобы нарисовать кому-то более светленькому, чем я брови. Так вот, здесь у нас три оттенка теней для бровей, для светленьких, для блондиночек, я думаю, что вам видно. Дальше для, наверное, вот шатенок. И для таких, как я, я его использую, это как раз вот этот вот более темный оттенок. Также здесь есть воск и кисточка с аппликатором. Я не пользуюсь этой кисточкой с аппликатором, потому что у меня есть своя кисть, которой я пользуюсь. Пользуюсь только, кстати говоря, вот этой кистью, если мне нужно нанести воск. Но я тоже как бы в обычной жизни не любитель воска, не любитель перегрузки своего лица, скажем так. Что сказать именно про тени? Они достаточно тяжело набираются, при этом они не пылят, и при этом они очень хорошо ложатся на кожу и на брови. И поэтому, в принципе, в общем и целом, с помощью них, если приноровиться, можно создать просто идеальные брови. Кстати, ковра сегодня у меня брови сделаны именно с помощью этого набора. И это самые лучшие тени, которые я пробовала. Я не пробовала пока люксовые наборы для бровей, но я с этими бровями, просто вот как день и ночь, с этими бровями, с этим набором для бровей, это просто как день и ночь по сравнению с Catrice, по сравнению с Essence, по сравнению с тенями Art Deco, которые я использовала для коррекции бровей. Он просто потрясающий, потому что вы не сможете нарисовать что-то лишнее на бровях, у вас будет очень четкая форма. И с третьей стороны они безумно стойкие, просто им не страшно ничего. Потрясающий набор, я просто довольна как слон, что наконец-таки я до него добралась. И если вы выбираете сейчас какой-то набор для бровей, то обязательно присмотритесь к этому варианту, он очень-очень достойный. Также здесь у нас есть большое зеркало вот такое вот, поэтому можно его использовать для того, чтобы делать макияж. Что касается воска, я его не очень люблю, потому что воск достаточно придает блеск бровям. Если вы относитесь к блестящим бровям хорошо, то окей, воск нормально будет фиксировать, только он делает их более такими лощеными брови. Если вас устраивает этот эффект, то пожалуйста, как бы воск прекрасный. Если вы любите матовые более брови, то наверное воск вам не очень подойдет. Итак, это все на сегодня. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Если вы пользуетесь какими-то из продуктов, которые я показала сегодня в видео, напишите обязательно свое мнение у меня в комментариях. Также, если у вас появились какие-то интересные новинки этой весной, то обязательно с ними поделитесь также в комментариях. И все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео.